Продолжение следует... Сегодня мы говорим о бедности. Как не прискорбно это признавать, но проблема бедности является одной из острейших проблем современной России и Украины. И в России, и в Украине, да и в других странах постсоветского пространства, которые уже 20 лет являются суверенными государствами, наблюдается схожая картина расслоения общества. Возможно, потому что наши страны вышли, можно так сказать, из одного гнезда и изначально имели одинаковые условия. И в России, и в Украине на государственном уровне ведется борьба с бедностью, но пока справиться с этой проблемой не удается. Сегодня в ходе видеомоста мы поговорим об уровне жизни в наших странах, о масштабах бедности и о путях борьбы с бедностью. Ну, возможно, наши гости предложат какой-то свой рецепт от бедности, если таковой вообще существует. И я с удовольствием представляю гостей в студии в Москве. Председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации Юрий Крупнов. И наша вторая участница, наши гости, социолог аналитического центра Юрия Левады, Левада-центр, Наталья Бондаренко. А сейчас я передаю слово моей коллеге Марии. Пожалуйста, представьте участниц студии в Киеве. Спасибо, Оксана. У нас сегодня директор Департамента стратегического планирования Министерства социальной политики Украины Нина Подлужная и заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Людмила Черенко. Спасибо большое, Мария. И начнем мы с социологических данных, с данных российских участников относительно уровня жизни в России. Я передаю слово Наталье Бондаренко. Наталья Владимировна, пожалуйста. Спасибо. Ну я представлю результаты наших исследований и частично прокомментирую. У нас есть возможность сравнивать, какова была динамика и на каком состоянии сейчас находится российское общество, что касается его потребительских возможностей и материального положения российских семей. Во-первых, хотелось бы начать со структуры того, какова структура расходования средней российской семьи. Это достаточно важный показатель, в том числе для сравнения уровня жизни разных стран. В частности, по нашим данным, на питание у российской семьи уходит в районе 40-45%. Это то, что фиксируется данным социологических исследований, я еще раз обращаю внимание. Где-то 15% это ЖКХ, около 5% это расходы на здравоохранение, на услуги здравоохранения, на лекарства. В районе 5% также на образование. Что касается расходов на транспорт, тоже в районе 5%. Вот такая структура. И обращаю внимание, что достаточно высокая доля расходов на самые базовые необходимые потребности для средней российской семьи. Безусловно, если смотреть в целом по группам, российские семьи различаются, и дифференциация, очевидно, очень высокая. Понятно, что в высокодоходных семьях расходы на продукты питания гораздо меньше. По нашим данным, это сфиксируется в районе четверти или чуть выше. А для бедных семей это действительно львиная доля, даже может быть более 70%. И как же распределяется по материальным возможностям семьи. В частности, те люди, которые себе идентифицируют так, что им едва хватает на питание. В принципе, мы обозначаем эту группу, и это вполне объяснимо, обозначаем эту группу как бедные, наиболее нуждающиеся. Так вот, эта группа составляет порядка 6-8% сейчас. Те семьи, которые им хватает только на продукты питания и на оплату, допустим, на ЖКХ, это в районе 22%, сейчас 23%. Базовый слой, который, опять же, обращу ваше внимание, я отмечу, что затем по нему можно судить, какой же в целом уровень возможностей российского общества. Базовый слой где-то 55% говорят, что им хватает на продукты питания, одежду и самое необходимое. И только в районе 15-17% это те люди, которые могут заниматься уже обустройством своего дома, но с натяжкой говорят о том, что их притязание – это, в частности, автомобиль, то есть, тем не менее, им приходится урезать, если что, себя в текущих расходах ради такой мечты. И другое еще их притязание – это занятие и вложение в свой человеческий капитал, это здоровый образ жизни и это образование. Семьи базового слоя, их максимальный уровень притязания, когда мы задавали им вопрос, что же для них нормальная жизнь и к чему они стремятся, это все же, прежде всего, отдых качественный, это поездка на отдых, и это качественная, хорошая одежда. Вот таково демонстративное потребление, к сожалению, этой группы. То есть, в целом, можно фиксировать, что российский общество сейчас на уровне базовом, это малообеспеченность. Что касается, с другой стороны, есть положительные тенденции за последнее время, это то, что группа бедных, которые себя идентифицируют, что едва хватает на продукты питания, она действительно снижала. С конца 90-х до 2000-х, в том числе за период 2008-2009, это вот свершившийся, значит, сложившийся кризис, эта группа не нарастала. То есть, в данном случае, действительно, ресурсы, вопрос, какие ресурсы, говорят некоторые эксперты, довольно значительные ресурсы, были брошены на то, чтобы еще большее количество людей не опустилось на социальное дно. Это действительно, можно сказать, достижение нынешней по социальной политике. Насколько она могла бы быть более эффективной, это вопрос уже к экспертам, которые занимаются социальной политикой, и людям, которые сидят в кабинетах и формируют эту социальную политику. Вот, собственно. Спасибо большое, Наталья. Ну, собственно, Россия страна малообеспеченных, что же с этим поделать? Возможно, у нашего гостя, у Юрия Васильевича Крупнова, есть свой рецепт, как справиться с бедностью и социальным расслоением общества в России. Пожалуйста, вам слово. Ну, мне кажется, что прежде чем давать рецепты, надо все-таки попытаться, вот, по-простому, в хорошем смысле слова, не примитивно, а по-простому понять, что вот значат те цифры, которые мы только что услышали. Потому что, мне кажется, это очень важно и детально, и, судя по моему сопоставлению с другими исследованиями, очень качественное, действительно интересное исследование. Поэтому возникает вопрос, что эти цифры значат. На мой взгляд, здесь два можно сделать очень конкретных обсуждений. Первое, что, по сути, не более 20% от всего населения Российской Федерации способно себя минимально воспроизводить. Потому что, вот, как Наталья очень точно и как исследование очень точно замечает, потому что очень важная категория тех, кто способен покупать автомобиль. Как, с одной стороны, они не совсем вроде бедны, но, с другой стороны, покупать автомобиль, это означает, что уже на квартиру, например, на жилье и на другие базовые потребности у людей не только не хватает, но они про это уже и не думают, потому что нет возможности. Поэтому мы должны четко понимать, что все демографические проблемы, какие-то еще, они исходят с того, что условия для воспроизводства, простого воспроизводства, не более чем, я очень грубо говорю, цифры, наверное, можно поточнее подсчитать, но это максимум, я думаю, я завышаю цифру, пятая часть населения. Вот это та модель социальная. Я боюсь, что в Украине эта ситуация явно не лучше, а возможно, поскольку все-таки Россия в этом плане является во многом рецепиентом миграции из Украины, скорее всего, ситуация это хуже. Вот это то, что определяет наши постсоветские, через 20 лет после развала СССР, этот год юбилейный, наша ситуация. Второй момент, который тоже очевиден из этих цифр, это то, что у нас, да, подтягивается чуть-чуть от самых-самых бедных, тех, кого часто и уже даже не только в народе, но и ученые называют просто нищими или там еще как-то вот такими словами, да, их доля уменьшается. Это означает, что закрепляется модель, где вот большинство населения, оно не способно нормально воспроизводиться, но убирают такой совсем уже люмпинский, люпинизируемый, деградирующий край. И из этого, по сути, тем самым, как ни странно, стагнируется бедность. Потому что не тем, у кого вот все по минимуму, достойная бедность, и им бы надо чуть-чуть еще дать шанс работы, шанс возможностей каких-то, может быть, инвестиций, в том числе маленьких инвестиций, больших инвестиций, у них будет какой-то жизненный шаг. Нет, у нас, по сути, работа направлена на тех людей, которые живут за чертой бедности, и мы тем самым прихорашиваемся, но ситуация в модели критически не меняется. Отсюда мы имеем, должны это ясно признать, антисоциальную модель нашего общества. Это ни в коем случае не ругательство, ни желание критиканства, просто мне кажется, надо из этого факта исходить. Отсюда вопрос, собственно, а что это за модель? Ну, это модель, которая условно можно назвать неолиберальной модель, где считается, что узкая группа людей, преследуя свои корыстные интересы, соответственно, будет обогащать все общество, через налоги, через другие формы и так далее. И в этой ситуации, в этой модели, на мой взгляд, как ни странно, вот очень опасно вообще обсуждение темы бедности. Вообще опасно. Почему? Потому что обсуждение темы бедности, такое культивирование этой темы, нужно для того, чтобы не обсуждать тему миллиардеров. За годы кризиса в Российской Федерации, за три года, количество долларовых миллиардеров увеличилось в два раза. Вот рост, смотрите, это просто революционный рост. А это что означает? Это означает со всеми теми же разрывами, которые Наталья обозначила, то есть гигантские социальные разрывы, это означает закрепление, усугубление этой модели, где не работает на общество эта модель. Напомню, что в социалистическом хозяйстве, можно сколько угодно критиковать, но были фонды социального развития, фонды жилищного развития и так далее. Это все было при предприятиях. То есть в этом смысле прибыль и сверхприбыль шла непосредственно на тех, кто работал на предприятии. А сегодня она идет, скажем так, не туда, скажем аккуратно. Ну и отсюда я бы в виде рецепта сказал, что, конечно, мы должны переходить к другой социально-экономической модели. И мы должны это делать, что очень важно, именно прежде всего с нашими славянскими республиками, как самыми большими просто по населению, как наиболее близкими нам. И вот то, что делает правительство с единым экономическим пространством, нам нужно делать вместе. Нам нужно выстраивать экономику развития, а не экономику выживания вокруг немногих, вокруг трубы. Вот это как бы другая совершенно модель. Это первый рецепт. Не экономика трубы, а экономика развития. И это невозможно сделать поодиночке, потому что без кооперативных цепочек, без восстановления крупной промышленности именно российско-украинских проектов, потому что это примерно составляло около 60% всей советской экономической базы. И то, что мы разрушили, это прежде всего не дает жить нам нормально. И мы должны, да, в новом виде, в совершенно новом уровне, но новую индустриализацию мы должны проводить совместно. И второй рецепт. Это, конечно, вопрос совершенно по-другому рассматривать социальную политику. Вы знаете, я уж не говорю про то, что слово «социальное государство», к сожалению, это мечта, а не факт. Но я обратил бы внимание на то, что до сих пор социальная политика исходит как раз из задачи защиты от рынка. Я никогда не забуду удивление, когда учебник прочитал «Экономика, социальная работа», и там написано, что в результате прогрессивных реформ 90-х годов значительная часть российского населения оказалась за чертой бедности, я буквально цитирую. Но, слава Богу, была создана система социальной защиты, которых этих людей, выброшенных за борт социальной системы, смогла подтянуть. И здесь, безусловно, роль социальной защиты гигантская. Но нам пора уже переходить к развитию человеческого капитала в целом. Так невозможно. Действительно. Ну, возьмем те же поездки, заканчиваю, те же поездки за границу, которые говорят, что вот открытая страна, открытые государства. Но, опять же, по самым завышенным оценкам, 7-10% населения участвует в этих поездках. И в основном, в общем-то, в дешевые, скажем так, страны, если уж так серьезно говорить. То есть, это опять не характеристика нашего социума. Это опять характеристика очень узких слоев. Поэтому нам нужна линия новой индустриализации, нам нужна новая совершенная идеология солидарности и общественной солидарности. Потому что оказалось, что, преследуя эгоистические интересы, там, 100 олигархов, миллиардеров долларовых, они на самом деле ничего стране не приносят. Кроме того, что они размножаются сами в удвоенном количестве и в ускоренном. Значит, нам нужна общественная солидарность, нам нужно вспомнить, даже боюсь произнести это, об общественном благе. Потому что мы, по сути, из идеи общественного блага, даже из идеи республики, как общего дела, мы сами себя вывернули в эту идеологию эгоизма и корыстных интересов, когда, прошу прощения, вплоть до того, говорят, что уже религиозные вещи, бабло побеждает зло. Ничего оно не побеждает. Нам нужно переструктурировать социальную систему. Нам нужна модель развития, а не модель экономики трубы и деградации. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Ну, собственно, сейчас я буду передавать слово киевской студии, чтобы наши киевские эксперты поговорили уже о своих проблемах. Но прежде чем передать слово в Киев, я хочу предложить вашему вниманию сюжет, который подготовили мои киевские коллеги и который как раз иллюстрирует ситуацию с бедностью в Украине. Пожалуйста, внимание на экран. 31 августа Кабинет Министра Украины утвердил общегосударственную программу преодоления и предотвращения бедности к 2015 году. Как заявил президент Виктор Янукович, главной проблемой Украины является бедность и нищета, особенно среди старшего поколения. Характерным, прочим, является тот факт, что более 60% украинцев считает, что еще более обеднели за первый год правления самого Януковича, о чем свидетельствуют результаты опроса украинского демократического круга, сделанного по заказу Института политики. В целом, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, за чертой бедности сейчас находятся около четверти населения страны. Причем не только пенсионеры, как можно было бы ожидать, а также семьи с детьми и работающие. По данным же экспертов ООН, использующих при расчетах общеевропейские критерии, ситуация выглядит еще пессимистичнее. Бедных в стране почти 80%. Самый низкий уровень жизни по итогам прошлого года среди регионов страны был зафиксирован в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Лидером рейтинга качества жизни стал Киев, второе место заняла Харьковская область. В первую пятерку вошли Севастополь, а также Тернопольская и Львовская области. Любопытно, что западные регионы, которые традиционно считаются одними из самых бедных, оказались преимущественно в верхней части рейтинга. Рейтинг украинских регионов, где в Украине жить хорошо, основывался на результатах первого посткризисного исследования качества жизни Украины, проведенного Международным центром перспективных исследований. Известно, что бедность рождает рост преступностей, поэтому характерным, по-видимому, является тот факт, что в рейтинге наиболее криминальных городов и областей Украины, составленном в прошлом году журналом «Фокус», лидирует восточные регионы страны. Так, криминальной столицей Украины стал город Луганск, где, по данным, за первые четыре месяца 2009 года совершается 57 преступлений на 10 тысяч населения. В первую пятерку рейтинга самых опасных городов страны вошли также еще два города Луганской области – Лисичанск и Краснодон. Самым же безопасным городом Украины прошлого года была признана Одесса. В то время, как средняя зарплата в Украине составляет чуть более 300 долларов, украинские миллионеры и миллиардеры продолжают занимать первые места в мировых рейтингах БКЧ. Такое расслоение общества, считают эксперты, способствует росту протестных настроений, ухудшению экономической ситуации, возникновению нестабильности, а также уничтожает средний класс, который в развитых демократиях мира служит основой экономики. Кстати, средний класс Украины, появление которого ранее связывалось с реформированием экономики, в частности с приватизацией, сейчас, по оценкам Института социальных исследований, еще слишком невелик, около 25% украинцев, поэтому не оказывает необходимого влияния на развитие общества. Крайне негативным симптомом эксперты также считают формирование в Украине так называемой наследственной бедности, когда дети из бедных семей не получают необходимой профессиональной подготовки и последствия не могут получить хорошей высокоплачиваемой работы. Важным фактом украинской реальности является также то обстоятельство, что в прошлом году в Украине закончилась программа по преодолению бедности, в которой страна присоединилась в 2000 году, и аналогичного документа на следующие 10 лет пока нет. При этом, как свидетельствует результат анализа, обнародованная в 2009 году счетной палатой страны, задачи программы выполнены не были, стратегические направления не достигнуты. Спасибо большое, Оксана. Я обращаюсь к нашим спикерам и прошу их прокомментировать ситуацию в Украине и проанализировать то, что говорили российские коллеги, и рассказать нам о том, на фоне того, что сейчас происходит в Украине, планирование различных реформ, насколько создается у нас система социальной защиты для граждан, для украинцев. Пожалуйста. Ну, так как мы посмотрели этот сюжет, конечно, проблема преодоления бедности характерна для каждой страны. Важнейшей проблемой она является и для Украины. На протяжении последних 10 лет Украина сделала определенные шаги по преодолению бедности, действовала с 2001 года стратегия определения бедности, преодоления бедности, которая определяла основные направления на период до 2010 года. Каждый год с целью выполнения этих направлений, каждый год утверждались на уровне правительства постановлениями Кабинета министров конкретные мероприятия по преодолению бедности. Можно говорить об определенных положительных моментах. Все-таки уровень бедности на Украине сегодня снизился. Официальный критерий это у нас относительный критерий. И по этому критерию уровень бедности на сегодняшний день по сравнению с тем, когда мы начинали выполнять программные документы с 2001 года, снизился до 24%. На сегодняшний день, учитывая то, что программа... Ну да, то, что я хотела сказать, что в 2001 году уровень бедности составлял более 27%, то относительный критерий до 24% снизился. На сегодняшний день, учитывая то, что программный документ на десятилетия закончил свое действие, указом президента было определено, что преодоление бедности является важнейшей задачей и поручено Кабинету министров, в частности, Министерства социальной политики, совместно с другими центральными органами органами исполнительной власти разработать новый программный документ до 2015 года. На сегодняшний день этот документ разработан и уже утвержден правительством и это закон Украины, который утверждает общеобязательную программу преодоления бедности на период до 2015 года. Целью программы является осуществление мероприятий, прежде всего, направленных на снижение уровня бедности, преодоление бедности среди работающих, семей с детьми, особенно многодетных семей, а также других категорий населения. Программа определяет основные направления преодоления бедности до 2015 года. Это и развитие рынка труда, это повышение социальных стандартов, это усовершенствование оплаты труда, реформирование пенсионной системы и повышение пенсии, развитие социального страхования, реформирование социальной защиты. Также есть направление улучшения медицинского обслуживания населения и социальной поддержки семей с детьми и молодежи, а также детей. По каждому этому направлению программа определяет конкретные мероприятия с учетом необходимых, какие необходимы разработать нормативные документы, законы, постановления, но также другие. Кроме того, программа определяет, то есть есть еще раздел в программе усовершенствование методологической оценки бедности. Как я уже сказала, на сегодняшний день в Украине официальным критерием есть относительный критерий, а предполагается введение многомерной оценки бедности, где оцениваться будет бедность по нескольким критериям. Надеемся, что программа определяет на период до 2015 года, дает оценочные критерии, что предполагается. Конечно, мы не ставим перед собой задачу ликвидировать полностью бедность, что практически, наверное, невозможно ни в какой стране. Всегда будет какой-то процент бедных относительно на другой части населения считаться бедным, но закладываются критерии снижения бедности в Украине. Вот кратенько. Спасибо большое. И, Людмила Николаевна, вопрос к вам. Пожалуйста, ваша оценка сегодняшней ситуации и как вы считаете, существует ли рецепт бедности? Пожалуйста. Я хочу в первую очередь остановиться на влиянии кризиса на положение украинского населения. В сюжете прозвучала цифра, что 60% сказали о том, что их доходы снизились. Действительно, что у нас произошло за 2008-2010 годы? Бедным больше не стало и жить им хуже не стало. Их поддерживали за счет среднедоходных групп. Мы наблюдали размывание только зарождающегося среднего класса. Естественно, богатых это не коснулось. Но вот хочу все-таки коснуться немножко богатых. Всегда, когда мы говорим о бедности, возникает вот эта наша, которая вышла из советского периода, идея забрать у богатых в пользу бедных. Да, я согласна, когда экономика стагнирует, когда она не развивается, то повысить доходы одних можно только за счет других. Но, не буду называть сегодня фамилии, но просто скажу, что если взять официально обнародованный журналом Forbes доход нашего богатого, самого богатого человека в стране, то его недостаточно для повышения дефицита пенсионного фонда за один год. Поэтому говорить о, конечно, безусловно, менять распределительную политику нужно, но это не выход и не основной выход из проблемы бедности. Что касается конкретных цифр, хочу немножко оправдать Министерство социальной политики наше, потому что счетная палата сделала не совсем обоснованные выводы по поводу реализации стратегии преодоления бедности. Дело в том, что основным критерием стратегии действительно был выбран относительный критерий. Тогда, когда принималась стратегия, ситуация была ужасная. В 2000 году у нас доходы ниже прожиточного минимума имели 87% населения. Утверждать программу с такой цифрой это просто было несерьезно. Не может быть в стране столько бедок. Это значит мы должны помогать практически всем, за редким исключением. И было еще много аргументов для того, чтобы мы выбрали относительные критерии. То есть мы взяли только тех, чьи доходы расходы в данном случае были ниже 70% медианного уровня. По аналогии средней немножко. И таким образом действительно мы получили цифру порядка 25-30% год от года. Она немножко так колебалась. До 30 не доходило, но так 25-27. Действительно мы получили вот такую цифру. Что происходило дальше? Дальше вот процент населения с доходами ниже прожиточного снизился с 87 в 2000 до 7 в 2008 последний докризисный год. Вы представляете вот какой вообще кардинальный произошел прогресс? Естественно кризис повлиял на этот показатель, но тут произошло двойное влияние. В 2010 году кардинально был поднят размер прожиточного минимума. и в 2010 вот этот показатель процент населения чьи доходы ниже прожиточного составил уже 8,8% но это все равно ниже до скажем так уровня того же самого 2007 года. Поэтому сказать, что стратегия ничего не изменила нельзя. Вопрос в том стратегия ли привела к таким позитивным изменениям или благодаря развитию экономики просто это произошло. Я склоняюсь к тому, что, к сожалению, наша социальная политика если не бездействует, то, по крайней мере, ее действия направлены не на те группы населения, задействованы не те механизмы, которые нужны для преодоления относительной бедности. Что скорее всего произошло? С 2000 года начался экономический рост. Что дает экономический рост? он дает возможность всем слоям населения от самых бедных до самых богатых заработать. То есть увеличить свои доходы каким-то образом. Проблема в том, что доходы увеличивались у групп населения пропорционально уже имеющимся. Понятно, что богатые получили больше, чем бедные, но в принципе увеличивались пропорционально. О чем это говорит? Это говорит о том, что экономика напрямую влияла на социальные показатели без вмешательства государства. Вот это, к сожалению, действительно можно признать. Но то, что 10 лет ничего не сделали, за 10 лет ничего не было сделано, ничего не изменилось, это глобальная ошибка. Вопрос относительного критерия бедности. Действительно, он многое не дает увидеть, но при этом дает много возможностей для оценки политики. Но вот чего он не дает возможность увидеть? Если у всех людей пропорционально в два раза возрастают доходы, например, у бедных было 1000 гривен, стало 2, у богатых было 100 тысяч, стало 200 тысяч, то относительный критерий, то уровень относительной бедности не изменяется. не на одну десятую позицию. Понимаете, что происходит? Хотя на самом деле людей, которым не хватало на элементарные вещи, стало гораздо меньше при этом, потому что их доходы увеличились в два раза. Вот что происходило, вот почему по относительному критерию бедности не произошло изменения. Но на самом деле это свидетельствует и о другом, о том, что распределительные процессы ничего не поменяли. Вот как мы начали рыночные изменения в 91-м. Ничего, механизмы не меняются вообще, все остается прежним. И в этом мы, конечно, очень схожи с Россией. К сожалению, за 20 лет вы назвали модель антисоциальной. У меня вот в последнее время возникает вопрос, если она такая антисоциальная, почему она такая живучая? Допустим, в России ничего не меняется. У нас-то были попытки революции, полной смены власти, но ничего не изменилось в модели распределения в обществе. Вот в чем проблема. Почему она такая живучая? Значит, она устраивает большинство населения. Это модель. И олигархи здесь ни при чем. Да, то, что олигархи управляют всем и держат всем, так простите, это весь капиталистический мир живет так. Во всех странах развитых, с развитой рыночной экономикой происходит то же самое. Почему у нас живет такая модель? Вот, если можно чтобы российская сторона высказала свою точку зрения. Спасибо большое. Оксана, могут ли ваши спикеры ответить на вопрос нашего участника? Я думаю, что наши спикеры постараются. Я бы хотела еще как-то усугубить вопрос украинской стороны. Вот сейчас в Киеве очень много говорили о показателях дохода населения, который живет ниже прожиточного минимума, что этот показатель собственно снижается. Но мы же не говорим о том, что сумма прожиточного минимума она настолько минимальная, где-то у нас в России это порядка 100 евро прожиточный минимум, чтобы было понятно украинским участникам. Сейчас мы также много говорим о том, что и в Европе люди страдают от проблемы бедности. Но насколько вообще корректно сравнивать бедность в России, бедность в Украине и в Европе? Можно ли вообще сравнивать такие цифры? И как бы еще вот такой момент, все-таки бедность это еще и катализатор межнациональных противоречий в обществе, это катализатор роста преступности, роста ксенофобии. Наталья Владимировна, какие-то данные есть на этот счет? Во-первых, что касается оценок бедности, мне кажется, весьма справедливо переходить уже на относительные оценки бедности, потому что насколько существует и в экономической теории учебники и остальные, где абсолютные критерии бедности, он все-таки справедлив для менее развитых стран. Европа давным-давно перешла на относительные критерии бедности, и мы в принципе имеем право, потому что мы не говорим сейчас о вопросах в России, о вопросах просто недоедания. Это, к счастью, мы ушли от середины 90-х годов. И сейчас нам важно насколько и оценивать с помощью критерий относительной бедности оценить насколько большой разрыв между людьми. А относительные критерии бедности как раз и позволяют включить те доедание или чтобы человек был в тепле. Еще социальные нормы для нормальной социализации наименее обеспеченных людей. Поэтому совершенно замечательно, что существует и такой относительный критерий и в Украине, и в России сейчас используют относительные критерии бедности. И по нему оценивается каков разрыв и каковы возможности наименее обеспеченного населения. Что касается того, каким образом люди мало обеспеченные, средне обеспеченные, существует ли неприязнь между различными слоями, различными группами, различными классами. Россия участвовала в исследовании АССП, социальное неравенство, в числе ряда стран, в том числе Восточной Европы, в том числе Западной Европы. И Россия была, были англосаксонские страны, в частности Америка, и были также страны БРИК, это Бразилия. Россия показывает, то есть люди отвечают и ощущают по своим ощущениям, они говорят о том, что неприязнь в обществе между группами, не только между бедными и богатыми, но также, например, между управленцами и наемными работниками растет, причем доля этих людей, если сравнивать, были замеры и 1992 года, и середины 90-х, и сейчас, в 2009 году, доля людей, которые считают, что неприязнь в обществе между группами растет, выросла. И мы сейчас оказываемся, в принципе, допустим, Бразилия говорит об этом довольно, достаточно даже активнее, но интересно, что и западные страны развитые тоже во Франции, допустим, тоже фиксируется, достаточно высокий уровень неприязни между группами, но дело в том, что там есть культура, протестная культура, не в виде, в том числе, есть действительно моменты и погромные, но есть и другая культура улаживания конфликтов, протестов. В России же сейчас таких каналов и таких механизмов, они пытались их выработать, например, в 90-е годы, в том числе угольная промышленность и другие профсоюзные движения, то сейчас, в том числе и с подачи государства, возможности и каналы подобного рода снятия напряжения между социальными группами практически отсутствуют и не развиваются. Что касается, каким образом малообеспеченные воспринимают окружающие миры, в частности, более обеспеченные, безусловно, у них действительно существует некое желание передать свой протест, с одной стороны, обратиться к государству, в том числе и за некой помощью, это действительно сильные патерналистки, и когда задаем вопрос людям в среднем, на что вы рассчитываете, 70% опрашенных в России говорят, что рассчитывают на свои силы, среди бедных 50% говорят, что рассчитывают на собственные силы, а большая часть говорит, что рассчитывают больше, чем в среднем, рассчитывают на государство. Но, тем не менее, одновременно они, малообеспеченные обращают свой протест не только в сторону высокообеспеченных, а в том числе еще менее обеспеченных, приезжих людей, мигрантов, и уровень неприязни, к сожалению, он не уменьшается, если мы сравниваем данные замеры середины 90-х, сейчас 2000-х годов, более того, когда у нас был совместный проект опроса молодежи Украины, Грузии и России, и оказалось, что в России молодежь более нетерпима к приезжим, и в том числе малообеспеченной к приезжим, мигрантам и вообще иным и чужакам. Вот это на что следует обращать внимание, не на бедность, а на восприятие этой бедности, восприятие вот этих неравенств доходов. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ну, собственно, Юрий Васильевич, вопрос передаю вам тот же, ну и плюс вопрос еще из украинской студии, который прозвучал. Пожалуйста. Ну, мне кажется, все-таки, прежде чем делать какие-то суждения, нам надо в некое трезвое состояние войти, вот я это говорю очень серьезно. Ну, во-первых, все то благополучие, которое идет с 2000 года, особенно с 2004 года, 2004 года, это благополучие связано с высокими ценами на углеводороды, и Украина в данном случае, так или иначе, при всех там моментах, но получает часть вот этой сверхприбыли от углеводородов, которые поступают в Российскую Федерацию, и в Российской Федерации, и на Украине, от этого серьезного очень роста цен на углеводороды есть некий определенный позитивный момент. Но, очевидно, что уже давно делаются разные прогнозы, я напомню, что по прогнозу Минэкономразвития в 2009 году цена на нефть должна была составить 140 долларов, а составила реально 60, то есть упала, и так далее. И по оценкам, на мой взгляд, наиболее интересных экономистов, к 2014 году упадет цена на нефть примерно до 50, в современных уже деньгах, до 50 долларов. То есть, соответственно, будет двойное падение, и будет очень серьезный удар по бюджету, и это вдруг, непонятно, как бы, откуда взявшееся благополучие, оно может резко закончиться. Во-вторых, идет, наращивается, нарастает, так называемая, вторая волна глобального кризиса. А на мой взгляд, кризис еще не начинался, собственно, будет реальный кризис в ближайшие 2-3 года. Я прогнозирую это в 2014 году. Поэтому нас ждут очень тяжелые времена, где все разговоры о том, что вот, вроде бы, жизнь стала повеселее, жизнь стала получше, они очень быстро закончатся. Потому что эта жизнь стала получше, по большей части, не благодаря кому-то, а благодаря нашей дорогой нефти, которая выросла в цене, и так далее. Второй момент. Мне кажется, очень важно понимать, что, когда мы говорим о структуре населения и бедности, как проблемы, то это не только Российская Федерация и Украина и постсоветское пространство при гигантском количестве специфики нашей постсоветской после развала СССР. Вот возьму просто, если здесь видно, число американцев, живущих за чертой бедности, вот, пожалуйста, за 11 лет выросло с 31 миллиона до 46. Вот конкретно. А сравнивать-то можно все-таки российскую бедность с бедностью американской? А это, суть-то не в этом, суть в том, что сама бедность, а, как сказала Наталья, есть вопрос восприятия бедности, и понятно, что у нас разные бедности, скажем, с точки зрения дохода до домохозяйства, но это уже частности страновые и так далее, а вопрос-то в другом. Хорошо, я возьму другой график, который просто показывает другое. Вот, пожалуйста, вот график динамика использования продуктовых карточек в США соответственно за последние 25 лет, четверть века. Посмотрите, за последние 4 года в два раза выросло количество продуктовых карточек, то есть это фактические пособия людям для того, чтобы они по крайней мере в минимально базовых нуждах не испытывали какой-то катастрофической потребности. Поэтому мы должны понимать, что и глобальный кризис, и мы включены, мы включили себя в 90-е годы в эту единую глобальную экономику, что на мой взгляд гигантская ошибка и за что мы еще очень дорого заплатим, и мы живем так или иначе в этом ритме, и вся та спекулятивная экономика, спекулятивный капитал, который в той или иной форме сдуется, сдуваться будем и мы, как по ценам на нефть, так и по другим причинам. Теперь по существу. Мне кажется, очень неправильная логика, все-таки, не соглашусь с Людмилой, логика в том, что, вы знаете, если люди как-то более-менее удовлетворены, то значит это вроде их устраивает. Вы знаете, если наркоман из года в год потребляет наркотики, то в принципе можно сказать, что это его устраивает, устраивает его родителей, устраивает его близких, но у меня лично такая ситуация, может быть, кого-то устраивает, меня она абсолютно не устраивает. То есть, то, что люди смирились, более того, даже вот если брать показатели смертности, очень важные социальные показатели рождаемости, то мы видим некую стабилизацию. И об этом с удовольствием докладывают наши высокопоставленные мужи. но это это говорит о чем? О том, что произошла в том числе очень страшная вещь, когда люди прекратили барахтаться. Потому что в 90-е годы, когда был шок, и я здесь придерживаюсь теории Гундарова, который говорит, безусловно, о связи состояния полноценного самоощущения, самоувлитворения человека и демографии. И мы обе наши страны, новые страны, испытали гигантский шок. Сейчас это все начинает более-менее как-то выходить на плату, адаптироваться. Но, на мой взгляд, это помимо позитива, я за снижение рождаемости, за снижение смертности, за повышение рождаемости, но помимо позитива в этом есть один страшный момент. Мы просто, прошу прощения, как бомжи привыкаем к этой жизни и уже где-то она нам начинает казаться в общем-то нормальной для большинства населения. Поэтому абсолютно правильно, чисто распределительные вещи ничего не решат. Никто не говорит о том, что грабь награбленная, возвращая бедным, все проедим и жизнь станет лучше. Конечно, нет. Хотя нигде ни в одной нормальной стране мира такого единого социального недифференцированного налога, налога подоходного, то есть с отсутствием прогрессивной шкалы, как у нас, я не знаю, на Украине по-другому или нет, кстати, не знаю, но в принципе это нонсенс в этой стране, в которой происходят такие социальные процессы, миллиардер, которых в два раза увеличилось, и я, и человек более бедный, чем я, мы платим 13% нашего подоходного налога. Это первый момент. И поэтому, конечно, нужна новая индустриализация, совместная, нам нужно по-новому поднимать постсоветское пространство, в том числе в геополитическом плане, потому что мы вошли в эту глобальную спекулятивную экономику, но мы там нищие, подбирающие крохи с царского стола. Нефть поднялась, мы чуть-чуть повеселее, нефть опустится, будем биться в истерике, но это не жизнь, поэтому в этом плане не только перераспределять, идти по пути развития и подъема наших стран. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Мария, передаю слово вам, возможно, у украинских участниц есть желание что-то прокомментировать, ну и ответить, наверное, на вопрос, который задал Юрий Васильевич по поводу прогрессивной шкалы налогообложения. Прогрессивная шкала, да, да, ну, эхо, у нас после вас, по вашему примеру, была действительно принята плоская шкала, хотя до этого она была очень серьезно дифференцирована, но проблема в чем, что она, вот эта процентная ставка повышалась с очень низкого дохода, было много критики, и решили, вот по вашему примеру, прийти, в каком это году было, уже не помню, к плоской шкале, сначала это было 13%, сегодня это 15%, и теперь у нас с этого года уже действует такая, скажем, мягко-прогрессивная шкала, где кроме 15% есть еще 17%. Для тех, у кого доходы, годовой доход среднемесячный, превысил определенный уровень, честно говоря, не помню, какой, 10 прожиточных, да. Вот, ну, что я могу сказать по поводу остальных вопросов, я с вами абсолютно согласна во всем, что действительно нужно идти путем развития экономики, и, в общем-то, от того, как распределяет государство доходы, перераспределяет в обществе, зависит от того, дает ли оно шанс каждому, кто может развиваться, шанс реализовать свое развитие, и тогда действительно будет идти приумножение капитала в обществе. Безусловно, индустриализация, и в том числе она, это очень важный путь, нужный, вот действительно нужно пройти, идти вместе, и чем больше будет сплоченных, да, стран, народов, тем, может быть, успешнее будет этот процесс. А насчет антисоциальной модели, она мне тоже не нравится. Я просто хотела услышать ваше мнение, почему она живет. Ну, я его услышала, спасибо. Спасибо большое. Будет ли у нас еще комментарий? Ну, я хочу тоже согласиться с коллегами о том, что без экономического развития, конечно, не будет у нас дальнейших шагов по борьбе с бедностью, потому что не только повышением социальных помощей нужно бороться с бедностью. Будут створены новые рабочие места, будет повышаться заработная плата и надеюсь, что количество бедных в наших странах будет уменьшаться. То, что касается, вот поднимался вопрос по бедности в других странах, чем можно сравнивать наши проценты бедности, то, мое мнение, не сомнете, может быть корректно сравнить бедность Украины во Франции, допустим, с Францией или с другой какой-то более высокоразвитой страной, или сравнить бедность, например, с какими-то африканскими странами. Конечно же, бедность совсем разная в разное понимание, разные критерии используются для определения бедности в этих странах. Разный подход к определению минимального порога, который определяет бедность, тот же прожиточный минимум, разные корзинки закладываются в состав этого стандарта. и хочу пожелать, учитывая то, что время заканчивается, нашим коллегам, то, что от вас зависит, принимать какие-то шаги по преодолению этого, такого явления, как бедность. Все, спасибо. Спасибо. Оксана. Спасибо, Киев. Прежде чем перейти к вопросам журналистов, я хочу дать слово еще Наталье Бондаренко. Наталья Владимировна, у вас еще какие-то есть данные, которые пока не прозвучали? Я бы просто хотела чуть-чуть проиллюстрировать и дополнить своих коллег о том, что проблема бедности состоит не в как раз неких стандартах, а в том числе в культуре бедности и в том, почему мы называем это, сейчас обозначили в беседе как антисоциальное или противопоставление, почему у нас заложен парадокс противопоставления социальной политики, рыночной или экономической. На самом деле, потому что действительно в основном мы увлечены перераспределительной политикой. И в Европе, и в других странах пытались искать модели, это сложно искать, но находить некие приемы, когда не давать рыбу человеку, а давать удочку, чтобы он сам удил. А в данном случае это не просто трансферты социальные денежные, а это создание действительно равных шансов и возможностей по образованию, по здравоохранению для малообеспеченных и для бедных. И мотивация их и в целом общества на достижительство, на высокодоходную занятость. К сожалению, у нас сейчас в России даже вот тот пример богатства, он анти-пример, хотя в принципе он может стать положительным достижительским моментом и формированием культуры, чтобы люди сами старались действительно активно действовать, выкарабкиваться из ситуации. и еще такой момент, что в России, не знаю, как в Украине, возможно там подтвердится, общество российское стало более атомизированным и в том числе это группа малообеспеченных. И это прискорбно, то есть социальный протест нарастает, а вместе с тем люди не идут и не выражают и не стремятся к каким-то реальным действиям. Вот, собственно, хотела так. Спасибо большое, Наталья Владимировна, и мы переходим к вопросам журналистов. Киев, у вас есть возможность с первыми задать вопрос, если у вас есть вопросы? Да, пожалуйста, у нас есть вопрос, возьмите, пожалуйста. Да, пускай журналисты говорят, кому адресован вопрос и представляется. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Андрей Байрунец, у меня интернет-издание форум украинское, у меня вопрос к российским экспертам, в частности насчет индустриализации, тема индустриализации. По вашему мнению, в частности, в рамках кооперации России-Украины, каким образом, по каким направлениям это возможно? Внешние рынки во многом закрыты, тем более сейчас, когда формируются предпосылки для второй волны рецессии, то промышленное производство в ведущих странах, а также в развивающихся основных странах, группы БРИК, например, оно сжимается, тем самым формируя некие негативные моменты. То ли, соответственно, нужно бороться за внешние рынки, иными словами, то ли формировать и делать ставку на развитие внутренних рынков, допустим, в рамках зоны свободной торговли плюс Украина в каком-то подобном формате. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Юрий Васильевич, это Ваш вопрос. Во-первых, я хотел бы еще раз подчеркнуть все-таки важность проблемы деиндустриализации в негативном плане и необходимости реиндустриализации, новой индустриализации в позитивном плане. Вот наши коллеги ведь сразу обратили внимание, и сюжет, который нам показали, четко говорит, что мы видим наименее удовлетворяющую нас модель бедности и социальной структуры именно в восточных регионах. Ну, это о чем говорит? Ведь понятно, что Восточная Украина, это прежде всего то, что было 20 лет назад, это очень развитый был индустриальный центр. Понятно, что с деиндустриализацией мы видим и худшие социальные показатели. Это очевидно. Поэтому это крайне важно. Второй момент. полностью соглашаюсь с вопросом и с фактами изложенными в вопросе в том плане, что у нас ситуация очень нехорошая и тем более, как я сказал, что я уверен, что в 2014 году будет серьезная, я бы так сказал, экономическая катастрофа. Не хочу быть злым таким предсказателем и не хочу этой катастрофы, но, к сожалению, все данные говорят о том, что нас ждут очень тяжелые экономические времена. но это с другой стороны единственная возможность, чтобы достойно встретить эти времена, создавать наш внутренний рынок, нашу национальную промышленную систему, идти на мощнейшее импорт-замещение, никуда мы не денемся без этого, и по большому счету создавать сквозные новые индустриальные проекты. Самый простой пример, тем более в ситуации недавней трагической катастрофы под Ярославлем, это вопрос авиастроения, потому что Российская Федерация, чуть ли не отказываясь уже от того, чтобы продолжать быть авиационной державой, это означает не просто новая бедность, продолжение бедности, но и социальная деградация, продолжение деградации, деформации структуры занятости, продолжение дальше деградации структуры доходов и создание закрепления низкооплачиваемых и вплоть до маргинальных, к сожалению, слоев, поэтому авиация, безусловно, новые материалы, можно другие выделять программы индустриализации, вот то, что нам нужно делать. Здесь и для России вызов, не для Украины только, а для России прежде всего, потому что если Россия пойдет по линии, скажем так, чисто экспансии экономической, со скупкой предприятий, сейчас, как это, например, происходит, очень явно попытки по отношению к Белоруссии, такой же нашей Братской Республики, постсоветской, то это ни к чему хорошему не приведет, будет просто рост преступности и все, в конце концов, потому что предприятия скупаются для того, чтобы выжать из них последние соки и их перепродать, все это понимаем, а нужно, нужно строить новые предприятия, совместные, нужно выстраивать единый индустриальный план, в этом плане я очень надеюсь, что Украина все-таки войдет в единое экономическое пространство, что Москва будет задавать другие модели экономического сотрудничества, мне кажется, у нас просто нет другого пути. Спасибо. Следующий вопрос может задать московская журналистка, пожалуйста, дайте микрофон, представьтесь и скажите, кому отрисуете вопрос. Юлия Усачева, вопрос к Юрию Васильевичу, во-первых, все-таки как нам забирать деньги у богатых, чтобы отдавать бедным, сколько они должны платить налогов и как еще отдавать свои излишки, и второй вопрос, вот вы прогнозируете нам кризис, которого, по вашим словам, еще не было, насколько может увеличиться количество бедных, сейчас по данному Медведева, который я на форуме озвучивал, было 12, стало 15%, вот не будет ли у нас там опять больше 20? Знаете, я, честно говоря, даже не знаю, что отвечать на ваш вопрос, почему? Потому что, ну с одной стороны, 12% бедных, с другой стороны, то, что вот уважаемый мой коллега озвучивал по цифрам, Наталья, да, то, что озвучивал, но там не получается 12%, там реально бедных, вот не хитро статистических бедных, а реально бедных, прошу прощения, получается, с учетом заявлений, кстати, высоких руководителей о том, что у нас нет среднего класса, у нас реально получается, если у нас нет среднего класса, это не я заявил, это все заявляют, то у нас получается, ну 20% максимум как-то более-менее богато зажиточный, ну пусть 30%, хорошо, но реально у нас бедных гораздо больше, и это не вопрос критиканства, опять еще раз повторяю, это вопрос с чем мы себя сравниваем, да, правильно говорят коллеги, некорректно формально сравнивать себя с Соединенными Штатами Америки, хотя что будет через два года Соединенными Штатами Америки никто не знает, надеюсь будет все хорошо, но не факт. Ну а, так прекрасно, так давайте и в позитив себя сравнивать тогда, потому что если мы себя, понимаете, когда говорят, что сельский житель в России деградировал, ну так давайте его сравнивать не с китайцем из внутренних провинций Китая, который готов за треть зарплаты, так сказать, российской вкалывать по три смены, а давайте его сравнивать этого русского спевающегося мужика с тем мужиком, который был 20 лет назад, который был комбайнером, который был первый парень не только на деревне и в районе, а которого, прошу прощения, сдували пылинки секретарей обкома для того, чтобы получать правильные показатели, как бы мы там, чтобы там не дописывали и так далее. Поэтому давайте сравнивать с другой формой достоинства нашей жизни. Мы просто действительно свыклись с тем, что мы стали, прошу прощения, геополитическими социальными бомжами. Понимаете? Мы все не отдельные группы людей, которых жизнь вот не повезло, трудные удары в жизни, поэтому, на мой взгляд, надо все-таки трезво смотреть на жизнь. Мы очень деградированные населения, мы структурно не просто деформированные, а раскуреженные, раскуроженные, так сказать, всячески просто это население, которое, ну, население побежденной страны, где трофейные экономики, все, что можно, сладкий изюм выбрали, осталось не пойми чего. Поэтому, когда мы говорим 12% бедности, дальше там, тут, 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 там, 13, или там, 11%, понимаете? Ну, на мой взгляд, это ни о чем вот эти цифры не говорят. Мы должны своим, если у нас люди способны на ипотеку не более 20%, это означает, что 20% семей не должны рожать детей просто. Куда они их будут рожать? То есть это означает, что тогда нам ни демографии никакой не надо ждать и так далее. Поэтому нужен именно подъем, нужна революция. Революция не социально-насильственная, а революция позитивная, понимаете? Вот я еще раз повторяю, тот же авиапром, просто нашумевшая сейчас ситуация. Четыре государства в мире было, у которых был свой авиапром. У нас число занятых в авиапроме упало в 12 раз с момента развала СССР. С танкостроения не менее 17, там некоторые 22-25 раз считают, понимаете? То есть мы деградировавшая страна. И отсюда мы должны исходить. Хотим удовлетворяться этим и оставаться такими налево. Кто хочет быть другими, направо. Я хочу быть другим. Понимаете? Я просто очень люблю свою страну. Я считаю, что нам нужно делать мощнейший рывок. То, что идет, грядет катастрофа, это с одной стороны предупреждение, а с другой стороны это вопрос о том, что мы должны к ней подготовиться. Нам нужно резервное правительство, которое бы занималось этой подготовкой. Занимается ли этим кто-то, я не уверен. Но и главный момент. Вы понимаете, я что больше всего боюсь? Вот если взять стратегию 2020, которая уже фактически была представлена правительством и так далее. Советую вам ее почитать. То там очень тезисы простые, что да, чуть-чуть там с показателями бедности поработать, завести миграцию, поскольку иначе у нас, вы опять слышите все это каждый день. И в принципе, по большому счету, с учетом того, что на послевыборный период отложены все непопулярные меры, в том числе, например, ФЗ-83, сообразили, что надо его с 1 июля 2012 года, когда бюджетные организации будут попадать в ситуацию абсолютно неочевидного стабильного выделения государственных средств. Понимаете? Это все отложено на послевыбор. И у нас совершенно может быть такой идеальный шторм, это термин климатический, а три фактора совпадают. Это падение цен на нефть, это глобальный финансовый кризис, собственно, вторая волна как основная. И мы, когда мы все наши затраты сегодня переложим на наше бедное несчастное население после выборов, когда, собственно, не надо будет перед ним уже кланяться и просить его выбрать того, кого надо. Понимаете? Поэтому я призываю к одному, к трезвости. У нас нет другой ситуации. Мы либо просто будем окончательно бомжиизированы и Украины, и Российской Федерации. Я, честно говоря, помимо разных вопросов, никакой разницы между нами не вижу. Есть своя специфика, разницы никакой нет. Либо мы будем прорываться по пути развития с другой социально-экономической моделью. Моделью развития, а не моделью вот этой побежденной страны, пытающейся выживать. А с богатыми, когда вот наши коллеги говорят, понимаете, что распределительная модель, мы так заигрались, и так много распределения. Я все-таки не понимаю, если у нас плоская шкала подоходного налога, разве это и означает, что мы заигрались распределительной моделью? Когда мы даже базовой во всем мире, во всех государствах, в Соединенных Штатах Америки, там чуть это менее прогрессивное, в Европе, где сверхпрогрессивная, Скандинавия. Когда мы даже через этот механизм, который у всех капиталистических разных стран существует, не перераспределяем доходы. Наоборот, то есть в этом плане я согласен, что нужна новая индустриализация, новая урбанизация, прорыв, и нужно создавать новое экономическое богатство, нужно создавать сверхстоимость. Как, например, Тюмень вложил в Советский Союз, а теперь мы все сидим и на этой трубе так или иначе кормимся. Это что означает, что люди поработали, создали сверхстоимость, наши отцы и мамы. Они нам дали такое наследство, где мы еще за счет этого живем. Но мы-то ничего не создаем, никакой сверхстоимости в виде новых проектов самолетов и так далее. Но распределять тоже необходимо, нельзя это противопоставлять, либо распределительная модель, либо модель получения гигантского общественного богатства. Нужно это совмещать. Спасибо большое. Киев, Мария, передаю слово вам. Возможно, ваши участницы также хотят что-то прокомментировать, ну и, собственно, задать вопрос. Ваша очередь. У нас есть вопрос, и я думаю, что последний, потому как нашим участникам уже у них, к сожалению, они дальше не могут продолжать. У меня просьба к Наталье Бондаренко уточнить. Когда проводилось исследование, о котором вы говорили, какая выборка и сколько человек было опрошено? Результаты, если я имею в виду в самом начале... Не можно отвечать? Мария, Маша, если вопрос продолжается, то мы не все слышали. Или еще раз повторите вопрос в микрофон. Я хочу попросить Наталью Бондаренко уточнить, когда проводилось исследование, о котором она говорила в начале пресс-конференции, какая была выборка и сколько человек опрошено? Исследование проводится регулярно в форме мониторинга, омнибуса. Выборка составляет 1600 человек, общероссийское, взрослое население, городское и сельское. Средняя погрешность в районе 3% пунктов. Спасибо большое. Ну что ж, Мария, если действительно вашим гостям нужно уходить, наверное, тогда мы закончим видеомост с Киевом. В Москве еще есть вопросы? Ну и в Москве тоже нет вопросов, поэтому мы закончим видеомост вообще. Я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей и в Киеве, и в Москве за очень содержательную, интересную дискуссию. Ну и как, собственно, мы сегодня говорили, что нужно обсуждать не бедность, а говорить о богатстве, да? То есть тем самым программируя себя на хорошую жизнь, то, может быть, в следующий раз мы соберемся с Киевом в студии и поговорим действительно о богатстве. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.